Крэйзи Маус Пик продолжает пешеное путешествие по Бразилии. Бросаем якорь, да, Егор? Да! Я похож на индийского вождя. Дай пять, дай пять, дай пять. Это Бразилия. Самые классные путешествия. Подписывайтесь на мой канал и путешествуйте вместе со мной. Друзья, привет! Крэйзи Маус Пик продолжает невероятное путешествие по Бразилии. И теперь я нахожусь на яхте. Да, это уникальная яхта, на которой можно ходить даже в Антарктиде. Да, да, честно, в Гренландии, на огненной земле, в общем, где угодно. Я была на подобной яхте на Каба Верде. Если вы помните, посмотрите вот там мой ролик с Каба Верде. А сейчас я нахожусь на ее практически сестре. Это тоже яхта, которая сделана для прохождения во льдах. Но сейчас она в Бразилии. А вон там плывет одна из наших яхт. Мы путешествуем на двух яхтах. Это виндэнсер, танцующая с Петром. А мы на яхте Манкер. Пагадель студио. Кстати, с Пагаделями путешествовать очень комфортно и классно. Тем более, чтобы пребывать в такие необычные места, в которые никогда сам не доберешься. Я нахожусь на яхте Манкер. И у нее есть сердце. Сердце, оно где-то посредине. Я тут нахожусь возле капитанского столика. Видите? Значит, где-то близко сердце. Можно идти по коридору. Окошечко. Друзья, я нашел ключ. Его можно поворачивать. Дверка открывается. Так. Вот оно, друзья. Сердце Манкер яхты. Так. Паганель. Сердце эмблема. Привет, друг. Ты нашел сердце Яхты Манкер. Возьми себе один значок на память, друзья. У меня супер подарок. Храните секретики. Я больше никому не скажу, чтобы всем потруднее было искать. Закрываем. Закрываем. Все. Друзья, мое бразильское путешествие продолжается на яхтах. И мое сердце отдано сердцу яхты Манкер. А также ушел капитана. Привет. Привет, привет. Да, капитана, который поможет мне научиться управлять яхтами. Рассказывает, что такое штурвал, курс. И, ну, и, наверное, по-моему, еще интересное. А на берег я буду высаживаться, друзья, на вот такой лодочке. Она называется Тузик. Вы уже знаете. Вы со мной не первый раз путешествуете на яхтах. Так вот, этот Тузик отвезет меня на берег к новым приключениям. Друзья, и так у меня произошла высадка в городе Парати. Переводится как рыбная река. Ну, наверное, да, потому что, глядя на то, сколько здесь рыбных лодочек, река, вероятно, рыбная. Но, кстати, это еще индейцы ее так назвали. Еще смотрите, сколько лодочек. Они такие яркие. Это такой город-музей. Он как будто бы застыл в 18 веке. Он хорошо развивался из-за того, что там была добыча золота и драгоценных камней. А затем золото закончилось, и город, оп, и заморозился. Да, вот так. Теперь город охраняет ЮНЕСКО. Ничего нельзя менять. Он невероятно красивый. В городе не ездит обычный транспорт. Ходят вот такие конные повозки. Вот на них и можно добираться, куда тебе нужно. На вот такую повозочку, оп, присел. И сказал лошадке, да, ну, и поехал. Друзья, сейчас я попала на фестиваль «Пятатка Муэра». Настоящая. Это в Бразилии, друзья. Посмотрите, уникальное дерево, которое кормит множество растений. Его большой ствол – домик для многих, многих разнообразных растений. Такое общежитие растений каких-то. Я хочу подобрать тебе настоящий индейский сувенир, потому что, посмотрите, это как корона вождя индейского. Мастер что-то делает. Тут очень много мастеров, которые что-то создают и каждой лавке свой мастер. Вон, смотрите, настоящее каноэ. Для моего роста вообще самое оно. Друзья, посмотрите, приветствую парати. Опа! Город невероятный, так что будьте со мной, Crazy Mouse Peak. Как всегда, самые крутые путешествия. Друзья, я продолжаю свое путешествие по Бразилии. И, конечно же, она богата своими шикарными пляжами, голубыми лагунами и трекингами в джунглях. Да, меня опять ждет маленький трекинг к водопаду. Водопад небольшой. И, видите, дорога извилистая, тоже сделана руками тех, кто туда идет. Из бамбука перила. Глиняные лесенки и ступеньки. Ну и, конечно, красота джунглей бразильских. Весь лес в лианах. Даже плантация пальм маленьких. Вот такие маленькие пальмочки. Знаете, как знакомый нам огород, а в нем пальма. Множество лиан. Загадок цветущих экзотических растений. Ну, скорее всего, здесь есть и какие-то животные. И даже змеи. Но мне, слава богу, они не попадались. Идем вперед. Так. А вот если вам опасненько идти по такой глиняной дорожке, можно держаться за поручни из бамбука. И вот, видите, указатель на водопадик. Это уже второй указатель. И есть даже стрелочка на камешке. И вот так вот по стрелочке я иду прямо к водопаду. А там будет он. Друзья, вот она цель моего небольшого трекинга сегодня. Я просто прошелся по джунглям, услышал шум воды и вышел. Посмотрите. Кто-то падал. Да, он не очень высокий. Да, он не очень большой. Но все-таки... Это свежесть, которая из него исходит. Это красота джунглей. Друзья, подписывайтесь на мой канал и путешествуйте вместе со мной. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это Бразилия. Это Crazy Mouse Peak. Самые классные путешествия с мышонком пиком.